На театральной площади возле летней эстрады «Яблоку негде упасть». Самые лучшие места зрителя начали занимать задолго до открытия кинофестиваля, вооружившись светоаппаратами и телефонами, чтобы запечатлеть любимых актеров, а если повезет, и получить автограф. «Парадзвезд» начинается с главной площади города. Здесь все созвездия советских и российских режиссеров, артистов, сценаристов, драматургов. Для каждого из них киношок – это особая история в биографии. Это самая большая моя любовь к жизни, потому что 18 лет назад я здесь родилась как киноактриса. Я как театральная артистка здесь получила первый приз за женскую роль в фильме тендеритарной романы и гран-при. И для меня «Анапа» и кинофестиваль – это вторая родина. На киношоке я получил первый приз за свою первую полуметражную картину. Приз режиссу. Это была настоящая путевка в жизнь. Часть моей жизни, 25 лет моей жизни. И огромное количество встреч, людей, фильмов. Многих, к сожалению, актеров уже нет или режиссеров. Но они остались здесь в моем сердце. Ежегодно в сентябре на протяжении вот уже 25 лет на неделю «Анапа» превращается в большой кинотеатр. Поздравят с юбилеем фестиваля участников и гостей. В город-курорт приехал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Глава региона отметил, что за 25 лет «Анапа» и киношок стали не просто партнерами, а хорошими, верными друзьями. Киношок – это тот фестиваль, у которого нет санкций и нет запретов. Это очень важно в нашем сегодняшнем дне. Безусловно, невзирая на четверть века, организаторы фестиваля сумели сохранить кино вне политики. Мы сегодня очень часто говорим об экономике, мы говорим о других очень проблемах жизни. Друзья, давайте признаем, что, наверное, наравне с экономикой сегодня как никогда нужно говорить о нравственности. А кино – один из очень действенных и сильных способов формирования нравственности. Конечно, нам хочется, чтобы вот это кино было патриотичным, которое заставляет верить в себя, в свой народ, в свою землю, которое позволяет верить в то, что ты в жизни будешь кому-то нужен, и ты состоишься как гражданин, человек, патриот, как активист в жизни. Это очень важно, это нужно, это жизненная необходимость. В рамках юбилейного фестиваля будут соревноваться полнометражные и короткометражные художественные фильмы, телефильмы, картина для детей, а также киноальмонахи. В юбилейный год киношок будет удивлять зрителей, а перед членами жюри, которые возглавляет Алла Демидова, стоит сложная задача. Выбирать придется лучших из самых лучших. За главный приз «Золотую лозу» поборется в 8 лет, авторы которых уже становились лауреатами киношока в разные годы. Кто станет победителем 25-го юбилейного фестиваля, станет известно ровно через неделю. Здесь небо синее, и море синее, хотя и черная ноль. Кубань, Чужина, Россия, сято место для кино. Елена Касабова, Влад Захаров, Кубань-24, Анапа.